здравствуйте дорогие друзья и добро пожаловать на мой канал где мы говорим о здоровье полезных вещах и меня зовут виктория андерсон сегодня мы с вами поговорим о кишечнике я нутрициолог диетолог и автор книги гармония счастья через осознанное питание и так многие годы тому назад гиппократ очень и очень давно гиппократ говорил что все болезни начинается в кишечнике и многие годы спустя мечников сказал что смерть начинается в кишечнике и о чем мы можем сейчас с вами рассуждать если вся наша пищеварительная система в прямом и переносном смысле этого слова упирается в самый большой орган который называется кишечник и он приблизительно 8 метров длиной то есть кишечник у нас расположен абсолютно везде кишечник это центр нашего здоровья нашего пищеварения нашей нашего похудения в конце концов нашего настроения повторюсь да все витамины минералы усваивается именно в нашем кишечнике и давайте пару слов я вам скажу о том как происходит на то самое пищеварение это моя любимая тема я по ней защищала дипломную работу школу диетологии много лет тому назад и я очень люблю рассуждать о том как и что у нас происходит я все буду рассказывать как я говорю мои все ученики школы нордик баланс в мультиках и так пища попадает в полость рта там она смачивается слюной согревается за счет жевательных движений она расщепляется по пищеводу пища попадает в желудок в желудке под воздействием нашего желудочного сока и таких внущих движений самого желудка пища еще больше размещает размельчает и делается такой знаете консистенции как манная каша затем она выталкивается в нашу двенадцатиперстную кишку попадает в тонкий кишечник под воздействием желчи и ферментов поджелудочной железы пищи еще больше размягчается приобретает такую консистенцию детского питания и попадает в тонкий кишечник в тонком кишечнике а дальше перерабатывается кишечник из нее берет из нашей пищи все самое необходимое белки и жиры и углеводы и дальше пища проходит в верхний отдел толстого кишечника в котором далее опять же все необходимое для нашего организма берется и остатки идут уже в нижний отдел толстого кишечника там эти остатки приобретают форму в виде каловых масс которые мы с вами потом отдаем в туалет вот казалось бы и все что происходит съел все переварилась все так красивенько вышло и так далее но к сожалению не так все просто бывает и у многих есть проблемы с кишечником к сожалению эти все симптомы не так легко выяснить если у вас что-то болит и вы не понимаете где болит то это точно проблемы у вас с кишечником работа кишечника очень важно вы представляете себе какую работу наш кишечник делает когда он должен потом протолкнуть наш пищевой комок по всем этим вот длинным путям то есть где-то ему нужно сократиться где-то расслабиться где-то опять сократиться где-то опять расслабиться и все зависит от того что мы с вами съели если пища будет у нас неправильной то соответственно и этот пищевой комок будет очень тяжело нашему кишечнику протолкнуть в нужное место в нашем кишечнике неимоверное количество мышц которые можно сопоставить с количеством наших нейронов и естественно если у нас что-то какие-то проблемы с нашим кишечником то сразу же подается сигнал в наш головной мозг и последние пять десять лет научные работники ученые все больше сводится к тому что у нас существует головной мозг спиной мозг и кишечный мозг если у вас какие-либо проблемы с кишечником то у вас однозначно будут проблемы и с вашей какой-то психикой вы будете постоянно находиться в стрессе и опять же если вы будете в хроническом пребывании в таком стрессом находиться это все будет отражаться и на вашей желудочно-кишечном тракте и на вашем кишечнике почему так происходит если вы постоянно на эмоциях если вы постоянно нервничать если вы постоянно не можете решить какие-то проблемы то наш кишечник он реагирует таким образом ладно я не могу сейчас тратить силы на пищеварение мне нужно бросить всю мою энергию все мои силы на решение проблемы потом и он начинает тормозить пищеварительную систему и что у нас происходит с вами у нас возникают запоры и наоборот если к примеру человек пребывает в стрессе он такой знаете более такого холеричного типа психического до состояния то соответственно наш кишечник может отреагировать и так что он не будет переваривать нашу пищу а пропустит ее просто раз напросто транзитом зачем мне тратить силы на переваривание когда пусть она так просто быстро выйдет в виде расстройства желудка да и я побегу дальше решать свои проблемы в этом мире кишечник это гигантская экологическая система в которой находится три и более более трех скажем килограмм нужных жизненно необходимых для нас бактерий то есть их если пересчитать невозможно конечно точно на их более чем 3 миллиона в нашем именно кишечнике находится и как только мы начинаем болеть или как только мы принимаем какие-либо антибиотики или мы находимся опять же стрессовом состоянии постоянно дергаемся нерегулярно кушаем вся наша микрофлора к сожалению уничтожается и нашим бактериям которые так необходимы для усвоения всей нашей пищи для пищеварения для того чтобы мы вообще функционировали нормально и думали быстро действовали все наши когнитивные вот эти состояния работали хорошо нам необходимо восстановить эту самую микрофлору нашего желудка и кишечника в принципе не так-то нам и много нужно для того чтобы работал наш кишечник хорошо для этого нужно буквально три компонента первый самый главный это жидкость почему жидкость если мы потребляем малое количество воды в течение дня то наша пища попадая в кишечник он берет он себе работает как я уже сказала выше да что он берет он из нашей пищи берет белки жиры углеводы все это переваривается 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 и конечно напоследок воду а если мы воды не допили если у нас нехватка в организме вот этой самой жидкости что будет делать наш кишечник правильно он будет вытягивать эту самую воду из содержимого а что у нас получается если он забирает вот эту воду из наших из нашей пищи она становится такой как сказать плотной тугой и этот самый пищевой комок без жидкости нашему кишечник очень тяжело протолкнуть дальше и из-за нехватки жидкости у нас возникают запоры второй пункт который очень важен для нашего кишечника для работы нашего кишечника это клетчатка клетчатка необходимо для нашего организма для того чтобы переваривать нашу пищу там также находится огромное количество всех полезных веществ витаминов и минералов и если мы ее не получаем а в конце концов нам нужно всего лишь 20 грамм но 20 грамм это чистой клетчатки а чтобы вы понимали в 100 граммах любых овощей находится где-то от пяти до семи граммов чистой клеща клетчатки да и поэтому конечно же если мы просто-напросто посчитаем до 5-7 граммов умножить там на 100 и нам нужно есть где-то 400 500 грамм овощей это очень много поэтому заметьте еще один такой факт если у вас есть запоры то вам нужно не 20 грамм клетчатки чистых день а 30 грамм а это еще больше овощей поэтому иногда включайте в свой рацион какие-нибудь овощные смузи типа как шпинат с авокадо с каким-то не знаю там лимонным соком все это блендере взбивайте и вы получите гораздо больше и быстрее вот этот объем клетчатки хотя бы делаете это я не знаю такой смузи раз в неделю или два раза в неделю в смузи можно бросать абсолютно любые овощи зеленолиственные и салаты и сельдерея и палочки сельдерея все что угодно и это поможет восстановить тоже как вашу работу кишечника так и всего желудочно-кишечного тракта ну и конечно же третий фактор который очень нам необходим для жизнедеятельности здорового кишечника это активность физическая активность не лежите есть на диване если вы будете питаться но прямо я не знаю как правильно все вкусно будете покупать себе самое экологическое будете подсчитывать себе калории кбжу все на свете и будете при этом лежать на диване ничего не произойдет с вами желудок и кишечник не будут работать хорошо нужна активность если у вас дома есть кошка понаблюдайте перед тем как она хочет сходить в туалет кошка вдруг начинает носиться по квартире бегать вокруг себя за своим хвостом и потом раз и вуаля она сбегала в туалет так и мы мы должны находиться в каком-то движении чтобы наша перистатика работала чтобы мы не залеживали чтобы у нас все было все эти процессы мы должны помогать нашему организму и хотя бы если вы не любите заниматься зарядкой там или не знаю фитнес ходить зал то вы должны хотя бы гулять солнце воздух и вода наши лучшие друзья обязательно ходите на улицу гуляйте вдохновляйтесь дышите кислородом и при этом вы бы у вас будет хоть какая-то физическая активность еще не забывайте о том что наш организм не холодильник в котором плюс 4 и все продукты хранятся длительный срок там я не знаю минимум неделю в нашем организме температура где-то приближается к 40 градусов и подумайте о том что то что вы скушали что чтобы положили в свой живот или в рот сначала потом желудок и потом в кишечник да если эта пища не переваривается быстро то есть она скапливается вас начинается процесс брожения и вся пища при плюс 40 почти начинает на какой-то там второй день уже гнить и у вас опять же возникает или же обязательно возникнут проблемы с пищеварением поэтому следите за своим стулом он должен быть регулярно смотрите мое видео которое называется запоры делайте какие-то себе народные средства до того как вы перейдете каким-то еще препаратом лучше все-таки пытаться лечить во-первых найти причину во вторых лечить ее каких-то домашних условиях народными средствами тоже нам будет на пользу что способствует болезням нашего кишечника но это конечно же чрезмерное употребление сахара быстрых углеводов и дрожжей главный пример вот могу привести это пиво если вы любитель пива и выпив там не знаю пару бутылочек у вас начинается вздутие живота или начинается как говорят найти революция в животе это первый признак того что ваш желудок не в порядке его нужно обязательно проверить и для того чтобы нам работать с нашим желудочно-кишечным трактом чтобы помогать нашему пищеварению конечно же нашему прекрасному кишечнику нам необходимо конечно же составить правильный рацион где будет достаточное количество зелени клетчатки где будет много жирной рыбы мясо овощей повторюсь не будет вот этих быстрых углеводов в виде каш если вы хотите любите кашу берите цельнозерновой примеру рис зеленую гречку и какие-то вот каши которые именно цельнозерновая тоже овсянка это гораздо лучше чем быстро вот эти растворимые быстро усваиваемые быстро усваиваемые углеводы если вы пропили курс антибиотиков поверьте мне ваша микрофлора будет убита когда мы принимаем 6 таблеток в день и в течение двух недель все нам необходимо помочь самому себе и восстановить ту самую микробиоту которая уже хромает прежде всего купите какой-то я не знаю пробиотик в аптеке обязательно пропить и весь этот курс лучше выпивать таблеточку перед сном можно два раза в день но это должно быть натощак пропить этот курс пробиотиков и вы поможете тем самым восстановить свою микрофлору ну а самый простой способ восстанавливать свою микрофлору это же конечно квашенные наши овощи полны витамином c и неимоверное количество именно бактерий возникает при брожении когда мы делаем вот квасим капусту какие-то огурчики не знаю разные овощи мы же туда добавляем элементарно просто-напросто ложку соли там литр воды или вообще без воды и какие-то овощи и ставим оставляем все это при комнатной температуре начинает происходить буквально на вторые сутки уже брожение и в этом самом при этом самом процессе брожения появляется бактерии которые нам очень и очень необходимы и потом когда уже процесс ферментации закончен мы потребляя ту же самую квашеную капусту с луком с морковкой или с яблоком или как угодно какие у вас рецепты есть вы даете своему организму не те самые необходимые бактерии которыми будут питаться бактерии которые у нас уже есть в нашем кишечнике и они будут размножаться и наша микрофлора будет восстанавливаться хорошая новость кстати вы знаете что слизистая нашего кишечника восстанавливаться каждые восемь-десять дней а еще очень интересный факт наш кишечник не стареет вы представляете какова это прелесть он сам себя поддерживает он сам себя восстанавливает и если мы просто как люди будем относиться к нашему кишечнику с уважением следить за ним прислушиваться за ним у вас никогда не будет никаких проблем дорогие мои я буквально через три недели обязательно запишу для вас видео о скрытых симптомах которые будут как бы показывать на то что у вас что-то с вашим кишечником не так это видео запишу и сегодня я уже записала видео о квашеных овощах то есть это будет видео рецепт смотрите мои другие видеоканалы сам себе диетолог и также я и на этом основном канале выкладываю свои полезные рецепты квасить можно абсолютно все и я делаю такое аля европейские какие-то сборник этих рецептов и не ленитесь делайте квасить эти овощи помогайте себе следите за своим питанием обязательно сократите потребление алкогольных напитков и будьте все здоровы дорогие друзья спасибо что были со мной сегодня я попыталась рассказать все это очень быстро может быть немножко комка на но на таком доступном для всех языке оставляйте свои комментарии подписывайтесь лайкайте и до новых встреч с вами была любящая вас виктория пока